Дорогие друзья, добрый день. Теневая прокуратура продолжает работать и предоставлять информацию для будущих расследований главных коррупционеров Республики Молдова. Вы знаете, чем больше я получаю информации, тем больше я понимаю, что вор кричит, держите вора. Именно так это смотрится, видя то, что вижу я, видите вы, видели до этого, увидим сегодня, увидим завтра и в ближайшее время. Сегодня пойдет речь о человеке, который во времена правления Филата был одним из главных коррупционеров нашей страны. Но, наверное, нет самое страшное, главных контролеров всего наркотрафика, который ходил через Молдову. Америку я вам сейчас не открыл, это общеизвестная информация. Информация о том, что этот человек замешан в самых грязных делах, это достаточно общедоступная информация, известная многим органам. Вопрос, почему его не трогают и он спокойно живет дальше, наверное, это вопрос риторический, ответ на который мы получим немного позже. Сегодня пойдет речь о правой руке в силовых структурах Майя Санга. Это товарищ под именем Дарин Ричан. Товарищ, который имеет много незадекларированных счетов на Западе. Сегодня мы пока имеем информацию только о двух счетах и сколько там конкретно лежит денег. Так вот, только на двух счетах этого короля наркотрафика находится более 7 миллионов долларов. Что в эквиваленте в Молдавские леи 150 миллионов лей. Это в момент, когда в стране беды, проблемы, нищета, голод и холод. Вы представляете, да, при пенсии простого пенсионера в 2000 лей обладать на счетах только на двух, пока мы знаем, а на остальных мы дадим информацию позже, 150 миллионами леями, это является как минимум нечестным и несправедливым по отношению к народу Республики Молдова. При этом этот человек не гнушается давать незаконные указания правоохранительным органам. Этот человек борется с протестным движением, которое призвано свергнуть существующий режим, который довел людей до нищеты. Вот так вот, дорогие друзья, вместо того, чтобы наша прокуратура считала булочки шора, как они называют, они бы лучше занялись настоящими преступниками, такими, которые сидят сегодня в президентском дворце, в правительстве и в парламенте. Ну ничего, времена скоро изменятся, люди начнут жить хорошо, богато и красиво, а преступники убежать не успеют, сядут за решетку и будут отвечать за нанесенный ущерб гражданам моей страны. Спасибо за внимание. Скоро встретимся в новом выпуске. Прокуратура Динумбра продолжает работать. Спасибо. Продолжение следует...